Здарова! Это Шамшурин и этот видос посвящен тому, какие типы женщин бывают на сайтах знакомств и, скажем так, какие типы мужчин. И в конце у меня будет к тебе вопрос, к какому типу мужчин ты относишь сам себя. Я, конечно, не очень люблю какие-то классификации, прочую-прочую хрень, но давай, допустим, из моего опыта, из того, что было когда-то у меня, я тебе расскажу, на мой взгляд. Первый тип женщин, которые есть на сайте знакомств, это женщины, которые ищут, обычные женщины, которые ищут серьезные отношения, ищут мужчину в том или ином виде, то есть они хотят, у них совершенно стандартные запросы. Мужчина, если все будет классно, то почему бы дальше и не жениться, и не выйти замуж, и все прочее. То есть если вы нацелены, значит, соответственно, сами на какие-то серьезные отношения, ищете отношения на сайте знакомств, вам нужно общаться с ними определенным образом. Каким образом, значит, нужно показывать ваши серьезные намерения, да, то есть говорить о будущем, о своих планах, я имею в виду в переписке, спрашивать что-то там про ее семью, то есть про, ну, как бы обычные нормальные вопросы мужчины, которые ищут себе женщину для семьи, то есть вот такая стандартная штука. Отличная фишка, если вы, конечно, как бы сами ищете отношений, да, это быть искренним. То есть какие-то адекватные фразы из серии ты знаешь, я предлагаю созвониться, я предлагаю там встретиться, вот, из серии попробуем, пообщаемся, понравится, значит, будем общаться дальше. Нет, ну, значит, собственно говоря, и на нет, и сюда нет. То есть ваша задача, твоя задача показать себя как абсолютно адекватного мужчину с логическим мышлением, что, ну, да, то есть надо же увидеться, надо же посмотреть и так далее. Хотя, конечно, это такой один из самых примитивных способов, как говорится, серьезные отношения не отменяли, ну, легкого флирта и каких-то там юмора, веселья, радости и так далее. Поэтому можно даже как-то заморочиться, можно как-то стебануть как-то очень по-доброму ее фотографию или кого-то на ее фотографии, или что-то на ее фотографии. И при этом обязательно рассказать про себя какую-то стебную историю, какую-то, например, то, что вот ты знаешь, вот на этой фотке ты там, не знаю, в таком-то месте, обычно в этом месте происходит то-то, 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 ты разве не слышала? Да, вот у меня был там прикол, я тоже там фотографировался, и со мной произошла такая-то смешная история. То есть нужно показывать, что ты адекватный, можно пошутить в хорошем смысле слова над собой и как бы тем самым дать понять, что, ну, сильный мужчина, он реально может быть самокритичным, он может самостебным быть, он может над собой постебаться. Для меня адекватность девушки на сайте знаком всегда важнее всего была, да, то есть я проверял это сразу. То есть я, когда ознакомился, я делал такие штуки, то есть я писал какое-то такое сообщение довольно емкое, универсальное, да, и сутью его было такое, что я с первого же сообщения предлагал девушкам созвониться. То есть если девушка реагировала сразу, там, допустим, ну, окей, почему нет? То есть вот пиши, там, я говорил, пиши телефон, а некоторые из них говорили, да, пожалуйста. В чем для меня была адекватность? То, что если ты сидишь на сайте знакомств, ты же сидишь для того, чтобы, ну, как бы встретиться в конце концов вживую. Или они писали, потому что уж слишком легко и не всегда бывало, то есть некоторые писали, а что так сразу, что ли, что прям, и что прям даже не пообщаемся, типа я говорю, да, а что сразу, пообщаемся по телефону, вот. И, соответственно, таким образом я проверял их на адекватность. Если начиналось что-то типа, ну, там, из Сирии, я каждому встречному, там, телефон не даю, там, что-то, ну, то есть когда начинались какие-то намеки на пляски с бубном вокруг ее телефона, как будто бы ее телефон – это достояние, там, Российской Федерации, его нужно заслужить, или, там, вообще-то мой телефон, там, знают только из... Вот если такая херня начиналась, или типа, зачем тебе телефон, давай общаться здесь. То есть я считаю все в топку, я сразу блокировал, говорил, да, давай дальше, следующую, потому что для меня лично это было очень такой, как бы, четкой проверкой на адекватность. Что значит общаться здесь? Я некоторым еще писал, то есть я говорил, например, слушай, а мы с тобой, допустим, там, сексом будем заниматься тоже здесь, да, там, или, там, детей рожать, там, жениться тоже, может, мы все будем здесь, я, ну, я там только красиво это писал, то есть как бы невульгарно, да, я писал, что, там, жизнь, она за окном, а не внутри монитора, внутри телефона и так далее. Если даже здесь не прокатывало, и девушки говорили, что вот, там, я не привыкла раздавать свой... Все, вот прям сразу в топку. Для меня это была очень такая хорошая проверка на неадекватность. Кстати, по поводу стереотипа, да, то есть, ну, я могу их понять, этих девушек, да, с одной стороны, потому что бывают какие-то маньяки, там, еще кто-то, кто названивает. Ну, извините, если ты, как бы, ты всегда, а, ты можешь заблокировать человека, ну, просто взять и заблокировать. И, б, если ты недостаточно тупа, как бы, ты можешь на сайте знакомств, когда ты регистрируешься, ты можешь написать туда, ну, там, взять для этого отдельную симку и, как бы, указывать там номер вот с этой отдельной симки. Не твой основной. Это, по-моему, ежу понятно. Да, есть стереотип по поводу того, что, если отношения серьезные... Серьезные же, бля, серьезные-то, где все сидят с серьезным лицом, наверное, я не знаю. То тогда получается, что ни в коем случае туда не вписывается никакой флирт, никакие темы о сексе и так далее. Поэтому, если ты, в принципе, настроен, да, тоже вот, ты такой мужчина, который ищет там себе женщину для серьезных отношений в онлайне. Хотя я считаю, что это бред, конечно. Но можно пробовать, если ты по-другому не умеешь или боишься. То я тебе рекомендую тогда тоже, как бы, с флиртом там немножечко подождать. То есть, не сразу. Это вот важно. Следующая категория женщин, о которых я хотел рассказать, не о всех будет так долго, это женщины, которые сидят на этих сайтах. В принципе, у них как бы все нормально, там они пользуются и вниманием, но у них где-то не хватает своей самооценки внутренней. Им все время нужно подтверждение собственной крутости, собственной красоты, собственной востребованности. В моем понимании, такие женщины тоже есть, и они нередко встречаются. Они сидят на этих сайтах, даже бесцельно, ну, например, модно, там все подружки зарегистрировались в Тиндере, почему бы мне не зарегаться. Заодно приятно, потому что ты просыпаешься в плохом настроении, у тебя ПМС, ну, я говорю про женщину, да. А тебе тут 20 или 30 мужиков написали какие-то дифирамбы, комплименты за ночь там и так далее. И это очень так приятно и круто. Вот. Есть такой тип вообще женщин в соцсетях. Значит, следующий тип, который есть, это те, которые ищут спонсора, которые ищут кормушку. И таких девушек все больше и больше. То есть они, причем они делятся на два лагеря в свою очередь, да. То есть они делятся одни на таких довольно мудрых и умелых, а другие делятся на прям совсем тупых, откровенно, каких-то желтых, некомпетентных, неопытных и, ну, прям совсем примитивных. Потому что, опять же, можно мужика разводить на деньги достаточно, скажем так, в долгую, хорошо и красиво, и это потом даст намного больше результата. А можно тупо делать это в лоб, да. То есть, и, соответственно, что о них я тут накидал, да. То есть их легко определить по стилю общения. Они часто спрашивают у мужчин там сразу про... То есть очень много внимания про то, чем ты занимаешься, где ты работаешь, сколько там ты зарабатываешь. Это уж, конечно, совсем ересь, да. То есть вот в какой квартире ты живешь. Ну, то есть они начинают узнавать у тебя какие-то материальные... То есть это вполне нормально, это естественно. Это каждую женщину в той или иной степени может интересовать, потому что она же хочет, чтобы у нее был нормальный чувак рядом, да. Но когда она это палит сразу, это очень сильно заметно. Их фотографии, как правило, такие там рядом с какими-то яхтами, рядом с какими-то дорогими тачками, вот этой всей блестящей хуетой, в каких-то там супер-лакшери местах. То есть как бы они тем самым как бы намекают, да, то есть таким вот этим гламуром, что... Ну, как бы вот... Я вот такая, я дорого стою, да, там... То есть чтобы ко мне подкатить, нужно как бы вот все вот это иметь, чтобы оно у тебя было. Вот. То есть эти фото как бы кричат за нее, что типа, слушай, чувак, если у тебя это все есть, если ты готов с вами поделиться, я готова, вот. То есть я готов общаться только за это, вот. Они часто пишут что-то из серии, там, ну, это уже совсем клиника, да, это вот эти вот тупые, неопытные, да, типа там, а что ты можешь мне предложить? Или там, на что ты готов сделать для того, чтобы я куда-то пошла? Это может выпаливаться, кстати, и не сразу, да, то есть вы вроде бы нормально общаетесь, более-менее... Бля, зарос как партизан, то есть... На карантине сижу, поэтому, как говорится, в таком виде и вот с такой вот башкой, с такой шевелюрой, то есть когда все закончится, пойду стричься. Либо не выдержу и просто постригу себя своим рыбацким ножом. Значит, смотри, это может выпаливаться не сразу, то есть вы там обменялись контактами через 500 лет, не знаю, и начинается такая история, что там, а в какой ресторан ты меня пригласишь, там, а куда ты меня поведешь? Или там, я хожу только вот в дорогие рестораны, или я хожу только туда, ты туда. Или там, ты ни про какие цветы вообще не намекал, да, то есть ты просто говоришь, давай увидимся, а она тебе пишет, там, я люблю вот только такие-то, такие-то цветы, то есть что это значит вообще? То есть как бы, ну как бы, это что за намеки, блядь? Ну или там, слушай, вызови мне такси. То есть это все, конечно, круто. Естественно, что нормальный мужчина, он и так там вызовет ей обратно такси, если там она ему понравится, если она там нормально себя будет вести. Но когда она говорит, чтобы я к тебе приехала, вызови мне такси, ну это какие-то дешевые, дешманские вот такие вот, ну как бы такой дешманский развод. Вот, и этих, собственно, женщин, которые тоже в свою очередь делятся там на какие-то подгруппы, я классифицирую как женщин, которые ищут там, скажем так, чем поживиться, то есть ищут себе какую-то выгоду. Вот. Есть еще одна категория женщин, которые, да, которые ищут секса, прям вот они не стесняются, они готовы, то есть они прям, то есть я бы не назвал их нимфоманками, то есть вы на них все гоните, вы говорите, а, если женщина там хочет секса, значит она шлюха-проститутка и так далее. Если вы хотите секса, вы что, блядь, шлюхи-проститутки и так далее. Нет, это нормальное человеческое желание, человеческая потребность, и как бы, собственно, как бы есть женщины, которые действительно там, ну, изголодались уже настолько, что у них там год не было секса, но в принципе как бы не против общения там на одну ночь или на две ночи, то есть она как бы к этому готова. Есть определенный алгоритм вопросов, задавая которые, или там способов переписки, ты можешь определить, относится ли женщина к вот этому типу или нет. Но здесь я, естественно, об этом рассказывать не буду. То есть я буду рассказывать тебе об этом в моем онлайн интенсиве, который посвящен знакомству во время карантина в онлайне, именно в сайтах знакомства, что давным-давно вы уже все просили. Я решил сделать онлайн тренинг интенсивный, четырехдневный, 5, 6, 7, 8 апреля. Вечером будет по 2,5 часа каждое занятие. Здесь ссылка. Обязательно заходи, регистрируйся, бронируй себе место заранее, плюс куча всяких видеокурсов в подарок, плюс доступ в закрытый чат и много-много чего. Смотри там и выбирай себе формат участия. Пройдя этот онлайн интенсив по онлайн знакомствам в соцсетях и в сайтах знакомств, ты гарантированно выстроишь себе очередь из самых лучших девушек, которые будут ждать окончания карантина, чтобы встретиться с тобой. И у тебя будет с кем встретиться. Ты прокачаешься. Если ты до этого не мог знакомиться вживую, то это отличный способ как-то начать хоть как-то и там уже понять, как все работает и прокачаться, прокачать свою уверенность. Ссылка под этим видосом. Значит, идем дальше. Что касается мужиков, то есть есть также типы мужчин, да, то есть это очень важно. Я хотел о них рассказать. В своей книге МК-1 я описывал этот момент. То есть мы когда-то заморочились, искали себе трафик в соцсетях, там на сайтах знакомств, в Тиндере и везде. Мы сделали женский аккаунт. Туда начали писать кучу людей. То есть как бы я бы разделил этих мужиков, которые переписывались со мной как с женщиной, на три основных категории. Значит, категория первая, да, то есть это были некие дамские угодники, там жополизы и так далее, и так далее, и так далее. То есть их было, к сожалению, таких было большинство, да, и бедные девушки, к сожалению, вынуждены общаться и с такими людьми, потому что вот таких очень много. Значит, в чем была их характерная особенность? То есть они готовы были сразу же буквально, то есть они пытались сразу подкупить, уговорить, как сказать, угостить, там, пригласить. Во-первых, они сразу пытались подкупить эту девушку. Что я могу сделать, чтобы такая, как вы, ответила мне? Или вот это вот пиздолиство, когда что делает здесь такая принцесса на этом сайте с пороком и развратом? Что вы здесь делаете? Как мне пригласить вас там? Или что мне сделать? Тьфу, блядь, это, короче, просто ярмарка дрочерства, ярмарка подкаблучничества, ярмарка жополизов. Вот. К сожалению моему, реально процентов, наверное, 60 или 70 было именно таких людей. То есть и возможно... Ну, то есть там не то, что позиция сверху, там позиция ниже плинтуса. То есть и... В чем еще одна особенность, то что они абсолютно одинаковые вещи пишут. Абсолютно одно и то же. Это печально, конечно, да. То есть я начинаю в такие моменты понимать женщин. Вторая категория были некие смельчаки, некие мачо-мены, прости господи, которые буквально сразу писали там, привет, приезжай ко мне в отель. Или там, слушай, с меня там шампанское цветы, а с тебя там что-то. То есть ну как бы я на тысячу процентов уверен, что никто из них на улице даже подойти не сможет и открыть свой в кавычках смелый рот в сторону женщины. Ну там они охуительные смельчаки. Но фишка в том, что мне странно, какие девушки могут на эту хрень вестись. Если там есть какие-то более-менее не обеспеченные, которые говорят там, я свожу тебя в дорогой ресторан, а потом мы поедем ко мне. То есть да, вот та категория женщины, о которой я рассказывал, которая ищет себе спонсора, плюс такие дешевые малолетки, какие-нибудь студентки, не знаю, из провинции. То есть они, наверное, на эту хрень клюнут. Но и то я сильно сомневаюсь, что им на вот эту ересь отвечают какие-то там адекватные, уважающие себя. Они вот с такой вот дырой женщины, да. И третий тип, значит, там были такие адекватные, без перекосов ребята, да, то есть которые пишут какие-то адекватные вещи. Там, привет, ты мне нравишься, там такая классная что-то. Слушай, был в этом же месте, у меня там такая-то история. То есть они нормально общаются, спокойно, без какого-то там восхваления и чего-то еще. Вот, я тоже нормальный парень. И вот, там, чем занимаешься? Давай куда-нибудь сгоняемся. Они абсолютно нормально общались. Но их было реально процентов, прям вот, наверное, 3 или 5. Их было очень мало. Такое ощущение, что они уже прошли мой онлайн интенсив по знакомствам. Ребят, я 12 лет занимался практическим соблазнением женщин. И сейчас у меня есть колоссальнейший опыт, которым я могу поделиться с вами. В том числе и в онлайне. Потому что сейчас ситуация такая. У вас есть возможность научиться общаться в онлайне, пока есть такая ситуация. Я еще, кстати, хотел что сказать. Я заметил еще одну общую проблему у всех этих мужиков, которые там общались со мной, как с женщиной якобы. Они все очень долго не брали мой номер телефона. Я вообще не понимаю смысла этой переписки, когда телефон можно взять за 3-4 сообщения. За 3-4 сообщения. И дальше ты ей звонишь, ты приглашаешь на встречу, ты проводишь свидание. В общем, ты с ней занимаешься сексом, женишься, не знаю, умираешь в один день и так далее. То есть, в чем прикол сайта знакомств, чтобы встретиться потом вживую? И эти люди... Я понимаю, почему они не спрашивали телефон, потому что они очень сильно боялись отказа и негативной реакции на этой стадии. То есть, мужчина боится этих отказов как огня на каждой стадии. Мы вроде бы нормально переписываемся, она мне отвечает. А я вот сейчас, если спрошу номер, то вдруг она мне откажет. Это же пиздец. Или вообще даже они, может быть, думали, что женщина сама предложит. Там такие были вот тупые, реально откровенные персонажи, когда я уже как женщина, я над ними издевался. Я писал, я здесь редко, сука, редко здесь бываю. Или там, я не люблю долгую переписку. На что эти валенки просто никак не проявляли инициативу, никак не спрашивали номер и так далее. Короче, ребята, ваша задача сейчас, как сказать, вспомнить, были ли у вас такие девушки, таких типажей на сайтах знакомств. И самое главное, узнать себя, к какому из трех типов мужчин, о которых я сейчас рассказал, жополизы, мачо или нормально адекватные парни, вы относитесь. Конечно же, сейчас все вы начнете писать, я адекватный парень. Посмотрите. Создайте аккаунт, я не знаю, от женщины. Посмотрите, какую херню пишут все. Причем, скорее всего, к сожалению, большинство из вас будет относить себя далеко не к нормальным адекватным парням. То есть, ну, как бы по чесноку. А мне интересно, что вы напишите, есть ли у вас самокритика, есть ли у вас адекватные в голове соображения по этому поводу. Потому что, как только вы признаете, что есть какой-то косяк, только тогда, с той секунды, начнется, скажем так, вероятность этот косяк исправить. Если вы проблему не признаете, не осознаете, то, что у вас как-то все криво и херово, никогда ничего не изменится. Для тех, кто уже решил все поменять, пока сидим дома, отличнейшая возможность прокачаться с 5, 6, 7, 8 по 8 апреля онлайн-тренинг интенсив по знакомствам в соцсетях. Весь мой опыт знакомства в соцсетях я и Денчик, мы будем его вести здесь под этим видео по ссылке. Переходите, количество мест ограничено, стоимость я повышу. Это будет уже в самые ближайшие дни. Давайте собираемся, ребят, и прокачиваемся, чтобы когда вы вышли с карантина, у вас реально стояла очередь из охренительных девчонок, которые ждут с вами свидания. Собственно, как-то так. Это был Шамшурин, я на домашнем. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok